Класс, класс, класс ребята, я наваливаю на R1, а если вы опытный пилот, хотите острых ощущений и динамичных быстро ездить по городу, открутите въебать три соточки напрямой, то этот мотоцикл определен для вас. Ну что, ребятки, всем привет, с вами взрывной Майк, и как вы уже, наверное, понимаете, я еду на Yamaha R1, которую вы видели в моем видео, которое называется «Дорожные войны». Собственно, вот я только что выехал, знакомлюсь с этой R-кой, это Yamaha, ух ты, как она уверенно стартует. Пока что привыкаю к ней. Это Yamaha 2011 года. Здесь установлен прямоточный выхлоп Yishimura без катализатора. Все потроха вытащены отсюда. Мод настроен на стенде. Ну и, собственно, все, что касается мощностных изменений. Не могу точно сказать, сколько лошадиных сил, но если говорить про лошадиные силы с колеса, то это, ну, что-то там около 150. Это с колеса, ребят, не путайте, не с коленвала. Особенность этой R1, то, что здесь крестообразный коленчатый вал. Вы слышите по звуку, то, что мотор работает и звучит не так, как типичная рядная четверка. Хотя здесь рядная четверка. Такая конструктивная особенность, она позволяет распределить мощность по всему диапазону. То есть, по идее, здесь очень равномерная тяга на всем диапазоне оборотов. Из электроники здесь ничего нет, настоящий злой мод. Здесь есть три режима, стандарт А и Б. Сейчас я еду на стандарте. Б-режим – это режим дождя. С удушным двигателем. Там меньше лошадиных сил. Мод едет спокойно, не позволяет ебашить на все деньги, как говорится. Режим А – это режим без каких-либо ограничений. С полной подачей мощности. Ну, а режим стандарт – это, по сути, режим без каких-либо сильных ограничений. То есть, это полная мощность. Но мод не такой резкий. Подача мощности идет не на все бабки, так скажем. Я пока что привыкаю, я еду на стандарте. Мне сейчас ноги пригревают, конечно, пипец. Это вот как на R6, мне кажется. Здесь воздуховоды, они прям сбоку расположены и прям дуют мне в ляжке. А еще владелец очень большой. В него очень длинные пальцы на правой руке, и я до тормоза с трудом дотягиваюсь до переднего. Но это лирика, ребята. Ох, хо-хо-хо-хо. Так, что у нас с управляемостью? Ну, блин, литровый спортбайк, что хотите, вправляемость на высоте. О, ну да, ребята, хочу вам сказать, низа у нее бодренькие. По ощущениям, как на стритухе. Вот я катался на Fire, и он тухлый, конечно, на низах. А Air-ка-то прям ох дает как. Передок даже чуть-чуть не сорвало сейчас, конечно, АБСа нет, опасно. Ну, а что поделаешь, Илюха сказал. Майк, вали на все деньги. Уронишь, пизда и получишь. Сейчас прям колесо у меня переднее, конечно, поплыло. Я не знаю, видели вы или нет, но я прям тормозил. Переднее колесо сделало прям тыры-пыры. Ну, я уже на эмоциях. Злой мотик, конечно, злой. Прикольно то, что режимы можно менять прям на ходу. Вот я сейчас еду на стандарте. Мы сейчас с вами выедем на Звенигородское шоссе и попробуем крутануть R-очку как следует. Как положено, короче. Звук, конечно, бомба. Не как в рядной четверке такая болгарочка. Но, кстати, хочу вам сказать, что посадка здесь плюс-минус как-то, мне кажется, поудобнее, чем на R-6. Ну, конечно, с Fire не сравнить. Fire более добренький такой, миленький мотоцикл. Это прям зло. Что по звуку он зло, что по динамике он зло. Блин, с низов, вот честно вам признаюсь, ребята, у меня же был Benelli TNT, я на нем ездил. Это бешеный Street Fighter с бешеными низами. Вот сейчас по динамике... О-хо-хо-хо-хо-хо. Сравнив с этой TNT, я честно вам скажу. На Fire я катался, Fire, конечно, вообще не такой. О-хо-хо-хо, звук классный. Мне нравится, мне нравится. Плюс с вордбайка, можно пролезть в узкую дырочку. Дыркала узко. На низах, кстати, чем-то похож звук на Ducas. Из-за crossplane коленвала. Так, ну чё? Всё, я переключил только что режим А вот этим переключателем. Сейчас попробуем с вами крутануть. Главное не обосраться, ребят. Всё-таки же... Эрадын! Вот сейчас я где-то наполовину ручку газа открыл. О-хо-хо-хо-хо-хо! Вот это лють, блядь! Простите меня за мой французский. Ёбаный в рот! Блин, поток большой, реально страшно мне, ребят. Вот это тяга! Тяга сумасшедшая! Опять же, из-за того, что поток, мод чужой, тормозить мне неудобно, стрёмно мне откручивать. Я надеюсь, сейчас будет участок, где можно будет крутануть нормально. Смотрите, вот сейчас третья передача, я еду 7500, давайте попробуем на режиме А полный газ открыть. Ёбаный в рот! Тяга! 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 Страшно, ребят, дальше. Ну, управляется она, конечно, хорошо Но фар мне понравилось Управление побольше Вот это люди Блядь, режима Я теперь понимаю Илюху, почему он так медленно не ездит На ней невозможно медленно ездить Это просто пиздец Так Стопэ Что-то отвалилось, по-моему, ребят Сейчас будем смотреть 240, я выжил Что-то начало мне хлестать по ноге Сейчас посмотрим Я предполагаю, что это лента Блядь Реально лента оторвалась, нахуй Пиздец, а что мне теперь с ней делать, нахуй Куда ее девать-то Как ее так защепить, зацепить Ну все, пизда Мне сейчас Илюха скажет Мод мне сломал, нахуй, сычара Леща получу Блин, реально, как ее теперь В пластик может спрятать как-нибудь Ооо, ну скажу я вам, ребята Режима, конечно, очень злой Несмотря на то, что мощность абсолютно та же Разница, ого-го, как ощущается Мне кажется, стоит эту лютую катку Блядь, а что это? Ключ не могу повернуть Прикол А вот Какая-то особая технология Ну, надеюсь, эта лента не выскочит Я, если честно, не испугался даже Блин, мне кажется, вот на треке На таком моте, конечно, офигенно Но в горне на таком моте Булки расслабить точно не получится Нетрозащита, я хочу вам сказать, не плохая Блин, но момент у нее хороший Блин, вот еду сейчас И очень большой минус R1 Как вы думаете, какой? Нет, ребята, не динамика Ни момент, ни мощность Ни метрозащита Даже не то, что она, блядь, такая дерганая После ТНТ меня этим уже не активишь А недостаток, ребята, в том, что, блядь Сука Двигатель 100 градусов Крылья тут, воздуховоды Прям в ноги ебашат вам горячим воздухом И у меня яйца уже сварились крутую Вот реально Я сейчас без шуток вам, ребят Я не знаю, сколько я еду 10 минут, 15, 20 Но они реально у меня уже сварились Нихуям А вот, кстати, смотрите Здесь везде полито И у нас есть режим B Который для дождя Прикол Смотрите Я открываю ручку газа 6500 И он очень-очень плавненько Начинает ускоряться Это, конечно, умно придумано Но у меня на ТНТ-хе тоже была кнопочка Которая меняла топливные карты Так что, в принципе, наверное, полезны Так, чтобы в дождь не сильно напрягаться Что пылесос орвет А вот, смотрите, кстати Поливалки Они, по идее, должны Должны Блять Выключить Но не выключить Так, ну что Включаем Режим стандарт Едем Разворачиваемся И едем Обратно Пообщаемся с ним Ой, бля Охеренно просто Просто охеренно, ребята Так, как нам развернуться? Нам надо намкатню Ой, что-то там пробочка не нравится мне Поеду бы я по Ленинградочке, наверное Через Штаргино проеду Заодно посмотрим, насколько на Эрочке так комфортно в городе Устанут ли руки мои со спиной Мои старперски Но я вам могу сказать, ребята, одно То, что мотоцикл Точно не для любителей спокойной езды Мотоцикл для любителей Понаваливать, скажем так Понаваливать, похулиганить Втащить 250-300 Явно не для комфорта Но он доставляет, ребята Он реально доставляет Ну, вы знаете Вот даже на Файре как-то спокойно было Тоже в удовольствие ездить А на Эрочке На Эрочке как-то не так Прикольно, спокойно ездить Хочется постоянно ебашить Пропустим трамвайчик Девушка за рулем Девушку надо пропускать Ой, блин, ребят Ну яйца у меня сварились уже вкрутую, реально Сейчас приеду, буду Илюхе жаловаться Ну вот чутка приоторвалось Переднее колесо Не знаю, мне кажется Файр Вставал легче Я не знаю, с чем это связано Сейчас Может быть слабо я ручку газа открыл Что-то по динамике как-то не дотягивает Мне кажется Ну и не по динамике, а по подрыву По динамике-то понятно Вот Крутишь И ебашит В целом чувствуешь себя достаточно комфортно Посадка плюс-минус спартовская, удобная На Дуке, например, на 848 На которой я катался на ней Пожёстящаяся посадка Но здесь ещё подвеска В самое жёсткое положение затянуто Чтобы мод в поворотах не гулял Ну а на кочках, конечно, если попадёшь Будет не очень комфортно Сейчас мы тестируем с вами на стандарте Спокойную такую городскую езду Плюс-минус стандартную Среднестатистический мотоциклист Именно так ездит по городу С такой динамики Если, конечно, это не лютая катка Ха-ха Опа-на А это чё это? Сцепление так стучит? Отпускает сцепление? Стучит Да, чё-то меня напрягает этот стук, если честно Я, конечно, слышал про косяки R1 То, что у них стучит сцепление Но вот Сейчас я слышу, как оно стучит Нажимая сцепление, не стучит Мне кажется, так быть не должно Вот сейчас, блин, чё-то стрёмно мне Потому что, ну, не может быть такого Что я на R1, на 7000 Открыл ручку газа И она не встала на заднюю Это не может быть такого Хотя на скорости же я откручивал Нормально она ебашила Но проблема в другом Может быть, она должна была более динамично ебашить Мне кажется, нужно тормознуть И позвонить Илюхе Может быть, я, конечно, преувеличиваю Но мне это определенно не нравится Сейчас позвоним Илюхе Блин, мне жопа, всё мокрое, ребят Как же жарко на R1 ездить Вот эти вот крылья Они прямо направлены вам в ноги О, ребят, слава богу, всё нормально Вот такая вот особенность R1 Шумное сцепление А я уже обосрался Потому что с Мотом сейчас что-то случится Ну, а теперь заход номер два Пытаемся повернуть ключик Как-то надо очень аккуратненько, мне кажется Оп, вот так вот И этот классный звук Людь Погода сегодня классная Это один из немногих дней В этом июне Который такой тёплый и без дождя К сожалению Вы знаете, ребят, у меня всегда была мечта Попробовать открутить 300 Не знаю, получится ли сейчас по Новой Риге это сделать Потому что, наверное, там пробка Наверное, придётся нам с вами в следующий раз Записывать такой видос Ну, а сегодня у нас катка на R1 Плютая! Автомудила без поворотников Вообще не чувствуешь на ней, как скорость набираешь Ха-ха, R не встретил О, браталёк Теперь я могу с R не посоревноваться Теперь у меня Литр Спорт Здорово, братан! А ты чё? Я себе литр взял Чтоб тебя догнать можно было А ты куда? Мне насмотрю надо К хозяину А ты чё? Тебя просто на этот... Тестирую, да А он на чё, на твоём? Не, он там Ну смотри Я хотел, думал, сейчас 300-очки крутануть здесь А я как раз на работу сейчас еду вот из Венегородки Даже Игород, наверное Там как раз можно егать 300-ки Венегородки Ха-ха Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, ребята, мой рекорд на побит 277 скорых Субтитры сделал DimaTorzok 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 уже ехать тут там будет до разворот все давай братан тогда 277 у меня было уже побил свой рекорд ну ладно давай до встречи на встречи трактористом мы поедем обратно в москву люблю в подмосковье здесь так красиво можно по закладывать что 277 я открутил ребят свой персональный рекорд я уже побил до этого я ездил на нт тн тх и 266 ну вот на 11 км в час побил конечно не 299 но на чужом мотоцикле конечно как-то стремновато такие скорости поводить его хотя чем я там оставал до 299 вообще ничего о ниндзя десяточка сейчас не зарубимся нормальный чел уйдет блин опять опять лентом не стягает по ноге вот потоки воздуха горячий прям спину дают но это плюс ребят ваша спина на аэро 1 никогда не замерзнет ну в целом если ехать в потоке вот таком который сейчас который более-менее сам едет нормально то наверх и вообще удовольствие ехать ребята реально удовольствие я вроде не устал вот уже езжу минут 20 на 30 на ней реально не устал пока что только удовольствием охренеть я на скорости 70 км в час вынужден скинуть на первую потому что на второй уже передаточное число не то уже мод начинает в и кстати говоря греться вот я еду в пробке в таком режиме сто восемьдесят сто он уже до сто четырех градусов на ней реально забываешься вот едешь пробки и забываешься что-то слишком быстро едешь я даже вот просто по ощущениям по своим по передачам и по оборотам если я еду как на зетке на зетке у меня скорость где-то при таких же показателях 70 ну максимум 80 да вот в такой вот пробки то здесь это уже сто я поглядываю на спидометр и сразу страх появляется пока не посмотришь на спидометр страх этого нет что ты едешь пробки не там 50-70 до 100 ох сейчас жарит мне ножки вот это реально меня бесит уже вот уже реально подбешивает прям мне кажется многие у меня уже шашлык яички мои яички кстати fire по-моему едет пайрочек здороваемся могу вам честно признаться ребят я немножко очковал когда ну уже знал что сейчас вот илюха приедет даст мне мод свой я немножко очковал на нем ехать валить там знаю откручивать но в целом наверное мои навыки позволили мне не обосраться но новичку точно r1 противопоказан ну либо вы будете вот так вот ездить овощить просто где перегревать двигатель издеваться грубо говоря на мотоцикл но если вы опытный пилот хотите острых ощущений динамичной быстрой езды по городу открутите вебать три соточки напрямой то этот мотоцикл определен для вас ну а каков он на треке мне наверное не судить но с учетом того что этот мотоцикл спортивный я думаю что на треке на нем можно вытворять очень прикольная вещь об этом вам я уже не скажу ну а про город я вам уже все сказал динамика, момент, мощность, удобство посадки в принципе все очень довольно неплохо точнее по посадке все довольно неплохо а по всему остальному это просто лють ну конечно после стрита расстояние ощущаешь совсем по-другому мотоцикл намного уже потоки на нем ну в плане не управления, да там комфорта посадки а в плане того что можно везде протиснуться днем потоки на нем в этом плане вполне удобно и комфортно зеркала кстати достаточно информативные блин, ложится он конечно шикарный поворот вау, очень класс класс, 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 ребята я наваливаю на эрадын да я сильный игрок лютая катка, лють, лють, лють пацаны давайте бомбите баканы, бомбите я буду долго говорить это слово лють, лютая катка лють кстати говоря про расход вот сейчас я ехал ну в среднем режиме то есть я и не наваливал и не овощил показывает средний расход 9,4 литра на 100 км вы понимаете, да, то что на дальнях не вариант на таком мотоцикле с таким расходом ну да, фар, мне кажется, с более низких оборотов вставал р-ка у меня поднялась сейчас только уже ближе к 10-12 тысячам ну что ж, я подъехал на смотру по идее эрадын должен прибавлять не авторитета плюс еще, с учетом того, что это мотик и люхи это должен быть двойной авторитет вообще хе-хе-хе вот новый поворот по-русски 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 по-русски